Продолжаем выпуск. В день города на здании кирхи торжественно открыли мемориальную доску в честь Константина Карловича Грота. О том, что связывало первого почетного гражданина Самары и общину Лютеранского храма, выяснил наш корреспондент. Место для мемориальной доски выбрано не случайно. Занимая пост губернатора с 1853 по 1860 год, Константин Грот внес огромный вклад во все сферы жизни региона, в том числе и в становление Самарской Лютеранской общины, которая в день города отметила юбилей. 150 лет со дня основания. Когда празднуешь юбилей, то, конечно, вспоминаешь о тех людях, которые когда-то здесь работали, которые здесь созидали, создавали. И, конечно же, обойти это имя невозможно при праздновании юбилея общины. Константин Грот – человек, который для нас является образцом христианского служения людям, служения ближнему. За семь лет ему удалось организовать работу органов управления Самарской губернией и существенно увеличить бюджет. При непосредственном участии Грота были открыты Струковский сад, мужская гимназия, театр и библиотека. Впервые на улицах города появились фонари. Можно сказать, что это действительно был один из самых запоминающихся и, наверное, самых таких заслуженных дореволюционных губернаторов Самара. Ну, может быть, еще Алабина стоит сравнить. Очень приятно, что сегодняшний день праздничный для города Самара. Ну, вот начался практически здесь и открыта мемориальная доска действительно одному из выдающихся граждан нашего города. Открытием мемориальной доски и празднование юбилея Самарской лютеранской общины не закончилось. Все гости проследовали внутрь кирхи, чтобы послушать органный концерт. Кирилл Козин, Михаил Смирнов. Новости губернии.